А главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Уничтожить бюллетени в Днепропетровской области молодчики разгромили избирательный участок, чем завершился дебош. Портреты на вынос. Каталонские министры собирают вещи, а прокуратура Испании открывает дела против инициаторов референдума. Как дальше жить региону? При петиции ответа в США стартовали ядерные военные учения. К чему готовится американская армия? День после выборов. Сегодня подсчитывают результаты всеукраинских выборов депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также их глав. Голосование прошло в 201 объединенной территориальной громаде. Это первые выборы после создания самих громад в 2015 году. Сформировали их в рамках реформы децентрализации. Для проведения голосования напечатали 1 млн 330 бюллетеней. Больше всего избирательных участков в Волынской и Днепропетровской областях. Эти выборы в одном из сел как раз Днепропетровской области запомнятся надолго. Причем не высокой явкой жителей, а неожиданной явкой на избирательный участок налетчиков с топорами и оружием. Кто и для чего устроил настоящий погром в селе Майское в материале Елены Миндалюк. До закрытия избирательного участка в селе Майское осталось около часа, когда в помещение ворвались неизвестные и стали украшить все, что попадало под руку. В здании разбиты все окна, сломана мебель. На полу гильзы и брошенные бутылки с цветной жидкостью. С такой сокирякой бить и кричать, порубаем. Ну, извините, это уже через что. Просто через что. Ну, вот такая. Я никогда в жизни никогда. Мясники на рынке, вот такие сокиры. Они начали наших разкидать и наливать на лице что-то. Что у них в бутылках было, я не знаю. Они начали наливать на наших хлопцев, которые стояли, и начали бить в окна. И сюда все влазили. Я заскочила, бюлетни все бегом, хап-хап, и текать. Налетчики прорывались к курнам с бюллетенями, но их остановили полицейские, охранявшие участок. Трое правоохранителей при этом получили травмы. Нападавшие зажгли дымовые шашки и скрылись. Нам сделали полностью все в дыму, дымовыми шашками, закидали газами, я не знаю. Молодежь, мы не видели ни где никого. Мы только выстрелили и все в газу, загазировано, дыхать не было. Полиция объявила план перехват. Уже через несколько минут правоохранители задержали подозреваемых. Их 24. Передвигались они на семи автомобилях. В машинах нашли биты, арматуру и целый арсенал оружия. Все зарегистрировано. Это гладкоствольные рушлицы, газовый пистолет, рушницы Сайга. Это не боевая, мысливская зброя, но она тоже стреляет. Ничего не поясняют пока еще. Окончательная их цель, чтобы выборы на данном участке не были признаны действиями. 20 нападавших отпустили, четверо задержаны. Это жители Павлограда, Днепра и Кривого Рога. Всем чуть более 20 лет. Кто был организатором и заказчиком нападения пока неизвестно. Впрочем, сорвать голосование налетчикам не удалось. Избирательная комиссия, несмотря на произошедшее, продолжила работу. Лидерами предвыборной гонки в объединенную территориальную громаду были самоведвиженцы. Нынешний Зайцевский сельский глава Светлана Борисова и директор корпорации «Агросоюз» Владимир Хоришко. Примег Владимир Хоришко. Владимир Хоришко, председатель статус. Так, главой этой громады. Но территориальная выборная комиссия еще подбила только подсумки голосования. Она еще должна установить результаты голосования. Но цифры не могут измениться. По факту нападения на избирательный участок полиция открыла три уголовных производства за хулиганство, насилия в отношении работников правоохранительных органов и препятствования избирательному процессу. Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы. Елена Медлюк, Евгений Кознецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровская область. Ну вот, наблюдатели говорят, особых нарушений во время выборов не было. Явка составила более 48%. ЦИК обещает опубликовать результаты до 8 ноября. В то же время полицилы уже подводят итоги голосования. Почеты партии «Батьковщина» обнародовала ее лидер Юлия Тимошенко. По ее данным, полицила получила 31%, а партийцы возглавили 26 объединенных территориальных громад. Партия «Батьковщина» получила 31%, блок Петра Порошенко – 20%, аграрная партия – 11,8%. Партия «Батьковщина» на выборах депутатов до объединенных территориальных громад, которые проводились вчера, получила победу в двух третинах областей Украины. Это в 15 областях мы имеем в первом месте. Подсчет ввели и в блоке Петра Порошенко. Там говорят, что уверенную победу на местных выборах одержала их политическая сила. И результат – 53%. Партия победила в большинстве регионов, а в Донецкой области показала стопроцентный результат. 111 кандидатов от БПП возглавили громады, а депутатами в местных советах стали более 700 человек. Чья возьмет? И это не о выборах, а о конфликте в Одессе между военными и бизнесменами. Как расширить территорию торгового центра за счет важного военного объекта и легко изменить его границы, похоже, знают местные коммерсанты. Почему они чувствуют себя вольготно, а в Минобороны вынуждены жаловаться, знает Андрей Анастасов. Несколько десятков молодых людей в масках возле забора воинской части. Вот один из них бросается с кулаками на солдата. Это территория военного аэродрома Школьный. Объект относится к числу особо охраняемых. Но в воскресенье неизвестным никто не помешал демонтировать здесь забор и установить свой – металлический. Тем самым, говорят, в Министерстве обороны, изменив границы воинской части. Но как такое могло произойти на военном объекте? Представители ведомства отвечают, дескать, рейдерский захват. А совершил его застройщик, который рядом возводит торговый центр. На питание до забудовников, на основе чего они изменяют межу военного местечка, они поведомили, что у них есть соответственное решение Одессской городской. В полиции, которая жестких столкновений не допустила, рассказывают, спор по поводу границ земельного участка между бизнесменами и военными длится несколько месяцев. И уверяют, у коммерсантов документы на землю есть. Правда, журналистам непонятно, на каком основании местные власти выдали бизнесменам подобные бумаги. Если вы не довольны, что люди получили какое-то право на приватную власть и на своей земле, облаштовывают, огорожают топорканы, идите, обратитесь к суду. Собственно, именно так в Министерстве обороны и намерены сделать – обратиться в суд. Однако инцидент сам по себе вызвал резонанс. Оказывается, можно нанять тетушек, фактически напасть на воинскую часть и установить здесь свои границы. Застройщик от парней в масках просто открестился. Наших представителей в масках не было. Скорее всего, это были общественники, активисты, которые были возмущены действиями, которые происходили. Военная прокуратура Южного региона сочла долгом отреагировать на происходящее. Отделалась сухой информацией на сайте о том, что расследование начато. Предварительная квалификация – нарушение уставных прав караульной службы. В СБУ призывают рассмотреть ситуацию на заседании профильного парламентского комитета. И там, разумеется, заверили. Кто бы не стоял за нападением и какими бы мотивы не были, нападавшие должны быть наказаны. Военные же в своем официальном обращении предупредили. Если рядом с их объектом будут провокации, они имеют право применить оружие. Полиция на всякий случай взяла под охрану и военный аэродром, и торговый центр. Ирина Вовк, подробности, телеканал Интер, Одесса. Пострадавший от взрыва нардеп Масийчук требует от парламента расследовать покушение на него. Сегодня он дал брифинг для журналистов. Сообщил, что будет на заседании Верховной Рады 7 ноября. Это уже следующий вторник, хотя пока Масийчук ходить не может. Также его помощники хотят добиться от правоохранителей дополнительной квалификации дела, покушения на госдеятеля и убийства двух и более человек. В вторник парламентское заседание наступного тижня может начать создание темчасовой следственной комиссии по расследованию замоку на життя народного депутата Игоря Масийчука и террористическому акту, который произошел в наследок этого. Парламент не имеет права молчать. Напомню, 25 октября в Киеве у здания телеканала Эспрессо ТВ прогремел взрыв. Бомбу заложили в припаркованный рядом мотоцикл. В результате погибли два человека, охранник нардепа и случайный прохожий. Ранение получили помимо Масийчука, политолог Виталий Бала и проходившая мимо женщина. И пока радикал трубит о покушении, зарабатывая политические бонусы, здоровье других пострадавших не позволяет им раздавать комментарии. А вот что мешает силовикам рассказать о ходе следствия неизвестно. Сегодня мы обратились к ним с запросом, но ответ так и не получили. Нет ответа от силовиков и по более давным резонансным делам, связанным с журналистами. До сих пор не названы виновные в нападениях на сотрудников СМИ во времена Майдана, а также в деле Шеремета. Именно поэтому Украину включили в семерку стран, где хуже всего расследуют преступления против прессы. Об этом заявили в Международной Федерации журналистов. За последние 10 лет в стране погибли 10 представителей медиа и количество угроз возрастает. Только с начала этого года в Федерации зарегистрировали 75 актов агрессии против журналистов в Украине. В том числе и со стороны правоохранителей. При этом большинство нападавших остаются безнаказанными. По уровню раскрываемости подобных преступлений Украина находится по соседству Сомали. Киевский полицейский может быть причастен к похищению человека. Столичная прокуратура подозревает, что сотрудник Деснянского райуправления полиции сдал преступникам местонахождение бизнесмена. Его похитили в конце сентября в Римне. По данным следствия, полицейский также помог вывести жертву в одно из сел Киевской области. Похитители потребовали выкуп, полмиллиона гривен. На следующий день их задержали, а бизнесмена освободили. Сейчас все подозреваемые под стражей, полицейскому грозит 7 лет тюрьмы. Следует, что, возможно, грошевая винограда мало места. Лебединая песня каталонской власти. Местный парламент отменил запланированное на завтра заседание после того, как Испания ввела прямое управление автономией. Таким образом, депутаты признали решение Мадрида о своем распуске. В последний раз пришли на свои рабочие места и теперь уже бывшие члены правительства региона. Каталония ожидает выборов и главный вопрос сейчас, сколько голосов получат сторонники независимости. Продолжить Елена Абрамович. Власть поменялась, меняют и антураж. Каталонской полиции приказали убрать все портреты Пучдимона из участков и офисов. А уволенных министров пустили в кабинеты забрать свои вещи. Один из них успел выложить фото в Твиттере, мол, исполняет свои обязанности. Но через 45 минут уже покинул офис. О том, что пришел работать, заявил и его коллега. Меня спрашивают, чувствую ли я себя уволенным и безработным. Я говорю, нет, потому что меня может уволить лишь мое правительство. Руководствуясь такими соображениями, мы будем делать все, что уместно. Бывшая правительственная партия Каталонии провела съезд, чтобы определиться, как быть дальше. В свете предстоящих выборов решили подчиниться решению Мадрида и выдвинуть свои кандидатуры. Бойкот голосования мог бы просто стать концом их политической карьеры. Впрочем, со многими в Мадриде уже решили распрощаться. Генпрокуратура открыла дела против организаторов референдума. Я выдвинул обвинения в мятеже, восстании и злоупотреблении государственными средствами против тех представителей каталонского правительства, которые своими решениями и действиями в течение последних двух лет вызвали институциональный кризис. Это закончилось односторонним провозглашением независимости, что является пренебрежением нашей Конституции. Процессы против депутатов могут затянуться из-за их неприкосновенности, заметил генпрокурор. Впрочем, с судьбой Карлоса Пучдемона в Мадриде, похоже, определились. Принять участие в выборах он сможет лишь в том случае, если не окажется в тюрьме, заявили в МИДе. Тем временем в Бельгии заговорили о предоставлении политического убежища Пучдемону. О такой возможности заявил министр по вопросам миграции. Но бельгийского премьера такие дискуссии возмутили. Это совершенно не на повестке дня, заявил он и попросил СМИ закрыть вопрос. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. По последней информации, экс-президент Каталонии Карлос Пучдемон уже прибыл в Бельгию. Подробности узнаем от Елены Абрамовича, нашего корреспондента в Брюсселе. Лена, здравствуй, расскажи, что известно на данный момент, где именно находится Пучдемон. Добрый вечер, Екатерина. Пучдемон сейчас в надежном месте в Брюсселе, по крайней мере, так рассказали журналистам источники в каталонском парламенте. То, что бывший президент скрывается, подтвердили также депутаты из его партии. Заявили, что Пучдемон в безопасности и поддерживает с ними контакты. На момент, когда генпрокурор предъявил обвинение, он уже был в Брюсселе. Вместе с ним в Бельгию приехали еще пять членов каталонского правительства. Вопросом их размещения занимается каталонский дипломат, которого решением Мадрида уволили из представительства в ЕС. На данном этапе Пучдемон проводит консультации с адвокатами. К слову, Бельгия одна из немногих стран, которая предоставляет политическое убежище гражданам Евросоюза. Впрочем, бельгийский премьер призвал министра по вопросу миграции не подливать масло в агонии. К вечеру ажиотаж вокруг этой темы уже утих. Екатерина. Лена, спасибо. Елена Абрамович была на связи со студией из Брюсселя. Официальный Киев поддерживает Мадрид в решении каталонского вопроса. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Украины на встрече со своим испанским коллегой Альфонсо Дастисом. Павел Климкин отметил, что Россия пытается использовать эту ситуацию, чтобы построить ложную логику событий в Европе, ставя в один ряд аннексию Крыма события в Каталонии и Косово. Но Украина на стороне Испании и правового решения этого вопроса. Мы имеем спільные выкладки и спільные завдания с нашими испанскими друзьями и будем над ними працювати. Свою бочку мы последовательно поддерживаем действия уряда Испании, спрямованные на застосование Конституции Испании и на восстановление правового поля. А пока глава МИДа в Киеве встречался со своим испанским коллегой, премьер-министр в Торонто пообщался с представителями украинской диаспоры. Владимир Гройсман поблагодарил общественные организации за поддержку Украины в сложный период реформ. Премьер пробудет в Канаде с официальным визитом до 1 ноября. Я для себя сегодня открываю Канаду. Я вижу, насколько величезный есть потенциал развития наших двусторонних отношений. И то, что удалось в последних буквально несколько лет реализовать ряд важных решений, в том числе и международную торговлю. И мы видим сегодня полную поддержку территориальной целостности Украины, поддержку на международной арене. Боевики на Донбассе снова бьют по жилым кварталам. Из минометов запрещенного калибра обстрелян поселок Водяное. Под огнем противника оказались и позиции армейцев в районах Марьинки, Авдеевки и Троицкого. В последнее время враг сменил тактику, говорят украинские бойцы. Наш военкор Ирина Баглай расскажет подробности. С этой позиции боевики посреди дня и начали прицельно расстреливать из пулемета украинских пехотинцев. Сначала мелкая стрелка тня, потом более тяжело включается. И под конец уже бэхом минометы начинают позиции наши обрабатывать. Рассеивают, конечно, по позициям. Боевики сменили не только время обстрелов с ночи на день, но и калибр орудий. Противник стал вести себя поагрессивнее. Гораздо чаще заводит тяжелую технику типа БМП. Часто идет огонь из минометов, отапки и тому подобное. 83 мины редко прилетают 120-й. Очень часто сейчас в день, с 2, с 3, с 11, но уже хаотичный порядок. У них были учения 14 вересня. Ну, в итоге уже, как бы, они почули, так и в день кошмарились, так и нормально у них это. Потому что обмежений каких-то нет, что-то такое. Не изменился сам противник. Командир подразделения, который держит оборону в песках, оценивает по тактике ведения огня. На окраине Донецка стоят те же так называемые российские отпускники и кадровые военные инструкторы. Стреляют достаточно кучно, точно и с нормальным темпом огня. Есть определенный профессионализм в действиях регулярщиков. Там всегда работают по тактике, перенятой с советской армией России. Это, типа, темп огня техники тяжелой, минимум стрелкового, максимум крупного калибра и техники. Огнем в ответ нашим защитникам удалось погасить очередную атаку врага. И сегодня в песках тихо. В такие часы затишья, как сейчас, по обе линии фронта ведут инженерные работы. Украинские военные отстраивают свои изрешеченные укрепления, а боевики роют траншеи эскаваторами вплотную к захваченному Донецку. Сам город роет хороший такой соединительный куб. Предположительно, по нему может проехать даже танк ширина там капитальная. И работают они постоянно. Артиллерийские снаряды и шквальный огонь часами больше всего достается от российских наемников Авдеевки и Марьинки. Они выезжают с нашей стороны, мы их, конечно, не видим, только слышим. Ну, с нашего направления. И лупашут туда так хорошо, отчетливо, с авушками, блин, так капитально, по полчаса, по часу. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Раскаты глобального грома. Стратегическое командование армии США начало самые масштабные военные учения года. Это еще и проверка готовности нанести ядерный удар. Для кого этот недвусмысленный намек, Дмитрий Анопченко выяснял подробности в Пентагоне. Американское стратегическое командование поставило задачу скоординировать действия армейских подразделений по всему миру. И хотя предполагаемого противника не называют, всем понятно, это Северная Корея с ее ракетами. Вот почему, и это подробностям подтвердили в Пентагоне, в этом году особый акцент на готовности к применению ядерного оружия. В том числе и для превентивного удара. Учения прямо сейчас, просто в эти минуты, в разгаре. Учитывая, что в них задействованы подразделения, расположенные по всему миру. А значит, в разных часовых поясах. Легенду традиционно не разглашают, но военные признались нам, в этом году не будут ничего особо и выдумывать, а намерены отработать реальные угрозы. В том числе и ситуацию, когда Соединенные Штаты атакованы, и президент Америки дает им команду ответить, используя весь имеющийся в распоряжении военный арсенал. Фактически, Пентагон одномоментно задействует весь свой арсенал, проверяя готовность и в то же время демонстрируя его и вероятному противнику номер один, КНДР и всему миру заодно. Уже известно, что в воздух по всей Америке подняли стратегические бомбардировщики Б-52. Задействованы будут не только армия и флот, но и кибервойска, и даже оружие, расположенное в космосе. Учитывая серьезность ситуации, в этом году глобальный гром будет звучать порядка 10 дней. За это время, не особо-то и афишируя, Пентагон должен будет выполнить еще одну задачу. Понять, какие американские вооружения требуют модернизации или полной замены. Ведь президент Трамп сейчас не только распорядился обновить военный арсенал страны, но и выделяет для этого рекордное финансирование. Военный бюджет на 2018 год порядка 700 миллиардов долларов. Как правильно потратить эти деньги, как раз и решат по итогам Global Thunder. Ведь стандартных мер реагирования явно недостаточно, чтобы сдержать Пхеньян, и избежать Третьей мировой сценарий, который на полном серьезе просчитывают во многих высоких кабинетах. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Это подробности и далее в нашей программе. Не приземлился. Из-за непогоды в Черновцах не смог сесть самолетов. В Западной Украине бушуют ураган. Как спасаются регионы? Скелеты британского парламента. В чем подозревают депутатов Палаты общин и чем может аукнуться их поведение? Андрей Полтовец будет ожидать решения суда на свободе. Напомню, это харьковский водитель, который в 2008 году сбил насмерть 6 человек. Экспертиза показала, что он сел за руль пьяным. Из 10 лет тюремного заключения Полтовец отсидел 7,5, освободился условно-досрочно и этим летом снова был пойман пьяным за рулем. Хотя еще три года не имел права водить авто. Прокуратура просила взять Полтовца под домашний арест, но суд отпустил его под личное обязательство. Теперь он должен носить электронный браслет. А в городе Первомайском Харьковской области задержали мужчину, который стрелял по прохожим в прошлую пятницу. Напомню, он ранил трех человек, попался стрелок вчера, когда угрожал пистолетом еще одному прохожему. Полиция обнаружила у него не зарегистрированный пистолет, а пострадавшие опознали мужчину. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы. Жители центральных районов столицы, татарки и подола продолжают страдать из-за ужасных запахов. Причина строительства на одном из участков городского коллектора. Работы из года в год затягиваются. На этот раз сдать объект обещают до конца 2017-го, но гарантии нет. Почему? Далее в материале. Уже несколько лет ужасные запахи не дают им спокойно жить. Хоть в противогазах ходи, жалуются местные жители. Когда ветер дует в нашу сторону, вот тогда окна открываем, потому что надо же проветривать. Но если долго дышать, то, конечно, это ужасно. Причина, по утверждению местных жителей, в строительстве нового городского коллектора и камеры гашения его предшественника. Выбросы оттуда идут прямо в атмосферу. На участке кипят работы. О сроках сдачи предпочитают не говорить. Стали засыпать. И все. Все вопросы к водоканалу. Здесь дирекция водоканала. Уже один отрезок сдан, говорят заказчики строительства «Киевводоканал». В начале ноября закончат следующий. Первая черга закончена. Сейчас как раз мы ждем за участью мэра открытия второй черги. А все работы до конца года. Строительство этого коллектора началось в далеком 94-м. Завершить планировали к Евро-2012. Однако из-за отсутствия финансирования стройка после футбольного чемпионата остановилась. Лишь два года назад работы возобновили. Возможно, причина зловоний в технологических нарушениях, предполагают жители, или коррупционной составляющей. В столичной прокуратуре говорят, готовы это проверить. Но прежде всего за жителей должны вступиться власти. Если в заявках будут разместиться признаки криминального правопорушения, то прокурор внесет соответствующие в едином регистрации судебных расследований. Если будет идти о порушения экологических норм или других вопросов, то прокуратура будет скерована эти заявления до компетентных органов. Проблема лежит в площади контролирующих органов, которые должны выехать на место, зафиксировать эти порушения. Мы обратились к контролерам. И вот интересный поворот. Оказалось, артстройконтроль, который и выдает разрешение на работы, о новом коллекторе ни сном ни духом. Мол, добро не давали, да и сам объект не проверяли. Так, по крайней мере, написали в ответе на наш запрос. Однако работы, вопреки всему, продолжаются, а вот сроки сдачи все время оттягивают. Денег нет. Денег на что? На материалы нет. До нового года, если закончим, это будет хорошо. На следующий год в бюджет не заложено финансирование по коллектору. То есть часть запустится в магистраль. То есть центральная ветка, все подводящие, то есть пока под вопросом. Сначала стройку грозились закончить в первом полугодии 2017-го. Потом в сентябре, октябре и сейчас заговорили о конце года. Отвечая на наш запрос относительно сроков, в Киевводоканале теперь обещают, к концу ноября злово не исчезнуть. И убеждает, все идет по плану. На 2 ноября здесь планируют торжественное открытие одного из участков коллектора. Будет ли оно или это очередное обещание, мы обязательно проверим. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности, телеканал Интер. 25 тысяч гривен штрафа и запрет работать на госслужбе в течение трех лет. Такое решение принял Сыховский райсуды Львова по делу Ольги Кокотко. Старший ревизор государственной фискальной службы попалась в августе на взятки. Она требовала у предпринимателя 100 тысяч гривен. Взамен обещала, что не будет проверять его бизнес. Всю сумму чиновница получила в туалете облуправления ГФС. Там ее и задержали сотрудники военной прокуратуры. Почему взяточники отделываются штрафом, мои коллеги хотели узнать у военных прокуроров и судей, но те не нашли времени пообщаться с журналистами. Дело на 500 миллионов. Пяти членам кредитного комитета Банка Михайловский прокуратура Киева объявила подозрение в незаконной выдаче кредитов. Об этом сообщил в интервью Укринформу руководитель столичной прокуратуры. Роман Говда уверяет, что судебно-экономическая экспертиза подтвердила ущерб в полмиллиарда гривен. Разрешение на задержание подозреваемых уже получено, но некоторых пришлось объявить в розыск, поскольку они покинули страну. Закон о повышении пенсии подписал президент. Об этом Петр Порошенко сообщил на своей странице в Фейсбуке. Напомню, парламентарии приняли документ еще 3 октября. Увеличенные выплаты украинские пенсионеры начали получать уже в этом месяце. Порошенко заявил, что реформа позволит повысить пенсии 9 миллионам украинцев. Госдолг Украины уже превысил 2 триллиона гривен и продолжает расти. Только за сентябрь он увеличился более чем на полпроцента. Такие данные обнародовали в Минфине. Напомню, Кабмин предлагает Верховной Раде установить предельный размер госдолга в 2 триллиона гривен, но к концу 2018 года. А Украина ждет новый кредит от МВФ. И, как подсчитали в авторитетном рейтинговом агентстве ФИЧ, в следующем году Киев может получить от фонда 1 миллиард 900 миллионов долларов. Получение денег, считают в агентстве, зависит от проведения Киевом реформ, в частности земельной и успешной борьбы с коррупцией. Но главные условия – своевременное принятие госбюджета и согласование с МВФ цены на газ для населения. Власть экономит на украинцах, урезая нормативы потребления газа для населения. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин. По его словам, в этом году на 1 квадратный метр полагается 5 кубов газа, хотя еще 2 года назад было 7. И пока украинцы переплачивают за недоотопление, на содержание нафтогаза уходит около 2 миллиардов в год. По словам лидера соцпартии, именно поэтому он инициировал изменения в законодательстве для граждан, имеющих право на субсидию, чтобы установить норму не менее 400 кубов метров газа в месяц. Я лично, от имени социалистической партии Украины, как лидер социалистической партии Украины, вимагаю для простых людей у Кабинета Министров Украины, у Верховной Ради Украины суттєво збільшити норми споживания газа. Мы зарегистрировали проект постанови Верховной Ради Украины, изменения к законодательству, на рівні закону установить нижнюю межу норм споживания для населення на рівні достатньому, чтобы простая людина могла спокойно перезимовать зиму. А зима близко. В некоторых районах уже прошли снегопады, в других ураганный ветер и проливные дожди. Непогода движется с запада в сторону центральных областей и столицы, и без пострадавших, к сожалению, не обходится. Все подробности в следующем материале. В Ивано-Франковской области пострадал 8-летний мальчик. Это произошло в селе Текучей. На ребенка прямо во дворе дома упало дерево. Сейчас мальчик в больнице, у него многочисленные переломы и травматический шок. Батьки смогли распилять стовбур, он был совершенно тяжкий, неподъемный, и вытягнуть из него дитину. Доправили в центральный районную лекарню. Стан дитин был тяжкий, такий, что требовало лікування в специализованной дитячей лекарні. Лапчик зараз уже стабильный по всіх показникам. Ураган оставил без света 14 населенных пунктов области. В горных районах выпал снег. В некоторых местах его покров достигает 10 сантиметров, на перевалах работают грейдеры. Чистят трассы. И во Львовской области на трассе Киевчоп дорожные службы посыпают асфальт песчано-соляной смесью. Полиция просит водителей соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость. В самом Львове ветер достигал 35 километров в час. Сильные порывы валили деревья, некоторые упали на припаркованные автомобили. Закликаем водеев быть уважными, оскільки повітряна погода збережеться. И не ставьте автомобили под деревами, под рекламными щитами, оскільки порывы ветру могут зірвати, як гілки. Вони могут пошкодити ваш транспортный звезда. В Черновцах ураган начался накануне вечером. Сильный ветер ломал ветки и даже выкорчевывал деревья. Одно из них упало на такси на улице Садовой. Водитель получил травмы, врачи осмотрели его и уже отпустили домой. Сейчас в Черновцах без электричества остаются несколько районов, в основном частный сектор. Падающие ветки повредили светофоры, ветер снес крыши с нескольких домов. Масса таких дробных подшклоджений, дуже багато обломаного гілля по місту. Сміття розкидано, відповідно, зараз коммунальники прибирають. Проблема такая, також серьезна, це з освітленням. Из-за сильного ветра в местному аэропорту не смог приземлиться самолет Киев-Черновцы. Пассажиры вынуждены были возвращаться в столицу. По информации синоптиков, в ближайшие дни погода не улучшится. Ольга Поломарюк, Галина Якушко, Зиновий Автоназ, Юрий Голубинко, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Непогоду в Украину принес мощный циклон, который бушует в Центральной Европе. Там стихия унесла жизни 7 человек. Особенно беспощадным ураган был в Польше и Чехии. Зацепило Германию. Обо всем подробнее Людмила Панасюк. В Польше 2 человека погибли в результате падения деревьев во время урагана, который здесь назвали Гжегош. Повреждены более тысячи зданий. 850 из них жилые. Тысячи домов обесточены. Как и в соседней Чехии, ураган застал людей врасплох. Никто не ожидал, что стихия так разбушуется. Я завтракала. За окном был сильный ветер. Вижу, пролетает ведерко. Вышла его убрать, чтобы не пострадала машина. И все начало рушиться. И мой дом тоже. Я не знала, что делать. Нелучшая ситуация и в Германии. Здесь ураган назвали Гервард. В Гамбурге и Берлине власти вели чрезвычайное положение. Скорость ветра достигла 125 километров в час. В стране настоящий транспортный коллапс. Отменены сотни железнодорожных рейсов. Спасательные службы расчищают дороги, заваленные деревьями и ветками. И просят людей без необходимости не покидать свои дома. Есть проблемы и с авиасообщением. Из-за сильного ветра в аэропорту Зальцбурга едва не разбился пассажирский самолет. Из-за сильных дождей подтоплены также дома и подземные парковки. В частности, в Гамбурге из берегов вышла Эльба и затопила знаменитый рыбный рынок. Анна Ильяных, Людмила Понасек. Подробности телеканал Интер. Секс-скандал в британском парламенте. 36 депутатов обвиняются в домогательствах. Среди подозреваемых и члены правительства. Что им грозит, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Волна голливудского секс-скандала докатилась до Великобритании. После того, как американские актрисы выступили против одного из самых влиятельных мужчин в киноиндустрии Харви Вайнштейна, британские женщины набрались смелости рассказать правду о власти мущих. Начали с законодателей. В прессу попал тайный список, который циркулирует среди молодых женщин, сотрудничающих с консервативной партией. Это ассистенты и секретари, мечтающие о политической карьере. В их списке те депутаты, которых девушкам следует остерегаться. Всего в нем 36 мужчин, пока их имена не публикуют, только характеристики. К примеру, под номером 1 депутат, который грубо пристает на вечеринках. Под номером 17 позволяет себе домогательство в такси. А под номером 30 просил сотрудницу делать странные и неприемлемые вещи. Но если этот список пока на уровне слухов, то обвинения против замминистра торговли реальны. Помощница Марка Гарнье рассказала, что он дал ей прозвище «сладкогрудая» и заставлял покупать игрушки для утех в секс-шопах. Министр обвинения не отрицает, но и домогательством их не считает. Если это правда, то все эти истории абсолютно неприемлемы. Кабинет министров проведет расследование, чтобы проверить, было ли в этом конкретном случае нарушение кодекса министров. Но пока факты неоднозначны. Скандал быстро достиг национальных масштабов. Премьер Тереза Мэй пообещала уволить всех, чья вина в домогательствах будет доказана. А для начала отправила письмо спикеру Палаты общин с требованием ввести новые, более жесткие правила поведения для депутатов. Она настаивает, парламент должен быть безопасным местом работы для молодежи. Сами депутаты поспешили внести этот вопрос в повестку дня, чтобы обсудить необходимые изменения. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Кто потерял флешку с секретами британского Хитроу и почему Кевин Спейси решил сменить ориентацию? Об этом не только в нашем обзоре. Флешку с секретной информацией о британском аэропорте Хитроу нашел прохожий в парке Лондона. На носителе было 2,5 гигабайта данных о кодах доступа, маршрутах эвакуации и размещении скрытых камер. На карте памяти были также записаны маршрут и меры безопасности, принимаемые во время присутствия в Хитроу королевы Елизаветы. Как флешка оказалась на улице, пока неизвестно. Оскароносный голливудский актер Кевин Спейси сознался в нетрадиционной ориентации. На собственной страничке в Твиттере он прокомментировал обвинения своего коллеги Энтони Реппа в сексуальных домогательствах 30-летней давности. Спейси написал, такого не помнит, ведь скорее всего был в нетрезвом состоянии, но прощения все же попросил. И, пользуясь случаем, заявил, имел отношение как с женщинами, так и с мужчинами. Отныне решил стать открытым геем. Концентрация углекислого газа в атмосфере выросла до максимального уровня. Такие неутешительные данные опубликовала в своем отчете Всемирная метеорологическая организация. Согласно исследованиям, по итогам прошлого года в каждом кубометре воздуха 403 мл СО2. Это на 45% больше, чем было всего лишь 300 лет назад. Если подобная тенденция не изменится, утверждают эксперты ООН, глобальное ухудшение климата на планете неизбежно. Цирковое представление для детей-беженцев устроили в Бангладеш. Сотни мальчиков и девочек-мусульман Рахинджа собрались в центре самого большого лагеря для мигрантов – Кутупалонг. Местные актеры, переодетые в клоунов, показывали трюки, жонглировали и смешили публику. Это импровизированное представление – часть так называемой драматической терапии. Ее проводят в лагерях беженцев, чтобы отвлечь их от тягостных воспоминаний. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok